Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике. Сегодня я хотела с вами поделиться очень интересным не только рецептом, а это уже тренд. Я вам расскажу немножко позже. Давайте мы начнем. У меня такой шоколадный бисквит. Мы с вами уже выливали. Рецепт у меня есть на канале. Ссылку я прикреплю. Посмотрите, он какой нежный, такой настоящий шоколадный. Вырезаем. Нам с вами только надо вот сегодня. Вот столько нам хватит. Разрезаем наш бисквит на две части. Если вы любите влажные торты, пропитайте сахарным сиропом или молочком. Берем досочку. И наш бисквит. Смотрите, он какой красивый. Такой пористый, влажный. Дальше. Крем. Крем я сделала самый такой простой. Это сливки, творожный сыр из йогурта и нутелла. Так как именинница захотела с нутеллой. Сегодня у моей внучки день рождения. Поэтому мы с вами готовим то, что заказала именинница. Все. Вот так накрываем. Накрываем пленочкой. И ставим в холодильник для стабилизации. Не знаю, может быть это пройдет пару часов. Что мы сегодня с вами делаем? Бенту. Вы слышали такое слово? Бенту это целая такая новинка. Но в Японии это уже не новинка. Скорее всего она к нам уже доходит. Это стиль жизни. Это искусство. Они выкладывают... Я буду делать и буду рассказывать. Выкладывают красиво рис. Все это красиво. А кондитеры подхватили эту идею. И теперь делают бенту кейки. Что мы сегодня с вами делаем? Вот прошла у меня, не знаю, несколько часов. Видите? Тортик застыл. Как он великолепный. Дальше. Что нам надо? Кстати, мы пока его уберем. Я вам расскажу саму идею. Бенту кейк это маленькая пироженка, упакованная вот в такую коробочку. Вот вы не представляете. Мне надо было одну штучку. Я обошла все магазины и в метро только нашла 50 штук. Что это такое? Это коробочки из сахарного тростника. Разлагаются. Японцы молодцы. Они даже здесь пошли далеко. Все должно быть экологически чистое и натуральное. Вот смотрите, какая коробочка замечательная. Она одноразовая, конечно. Из сахарного тростника. Сейчас я хочу вытащить. Теперь у меня коробочек много. Так что мы с вами приготовим очень много интересного. Так, вытаскиваем одну. Что-то их две у меня достало. Так. В чем смысл этого десерта? Бента кейк. Берем коробку. Одноразовую из сахарного тростника. Вот так. Выкладываем пергамент. Все натуральное. Никакого пластика. Ничего. Все только у нас натуральное. Выкладываем сюда пергамент. Так, мы с вами положим тортик. Он и так прижмется. Обязательно. Деревянная ложечка или вилочка. Входит в комплект. Можно так закрепить. Или можно вот так закрепить. Только, конечно, в целлофанчик. И свечка. Знаете, какая идея? Какие они молодцы. Берем свечку. Тут не важно, сколько исполняется именинник Кулет. Тут важно. Это, скорее всего, вот сюда мы ее закрепим. Не знаю. Я даже взяла такой красивый лекопластырь. Сейчас попробую. У вас есть время подписаться на мой канал. Смотрите, у нас какой такой. И закрепляем. Нашу свечку. Вот, видите? Свечка закреплена. Теперь нам остается сделать... Идею вы поняли. Коробочка из сахарного тростника. Кужопластик быть это уже не... Не бента кейк. Свечка и ложечка. Вы дарите имениннику. Он открывает или сам, или с подружкой кушает этот тортик. Как вам идея? Давайте мы с вами закончим. Давайте приготовим еще такой. Ну, все-таки у меня милаша любит больше розовый. Так что давайте. У меня здесь хорошее сливочное масло и сахарная пудра. Хорошо сбежали. Хорошо взбиваем минут 5-7. И добавляем творожный сыр. У меня из йогурта. Вы можете взять Филадельфию. Она будет еще вкуснее. И взбиваем. С сыром долго уже не взбиваем. Но все-таки это для девочки. Поэтому хочу сделать одну каплю красителя. У меня хороший краситель. У нас великолепный крем готов. Давайте закончим наш тортик. Или как бы я сказала. Бенте кейк. Сверху обычно пишут пожелания. Процесс понятен. Просто, красиво. Сначала желательно сделать один слой крема. Поставить в холодильник на полчасика. И тогда покрыть второй половиной. Тогда он лучше так возьмется. И будет красиво смотреться. Пока наносим черновой. Ставим в холодильник. Чтобы вас не задерживать. Я покажу как это все получается. Наша коробочка из сахарного тростника. И сюда мы выкладываем наш тортик. Как вам идея? Настоящий бенте кейк готов. Мы только подарим. Внучка сама поставит свечку. И загадает свое желание. И обязательно в комплект входит деревянная ложечка. Или вилочка. Так, наверное, да, закрепить. Всем приятного аппетита. Как вам идея бенте кейка? Напишите мне. По мне идея супер. Сделать порционные такие изделия. Это красиво и просто. Всем пока. И до новых встреч.